Нашла. Такое ощущение, что расчленен горизонтально. Голова отдельно, тело отдельно. Артефакты есть какие-нибудь? Он черный снизу и на голове что-то. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Хуберта в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Хуберта поднимайся в каком-то диагностике. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Хуберта и интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса. Он пытается говорить, но у него как вот резина какая-то, лицо, уже скрывается рот и тянется лицо. Ты говоришь, над головой есть подключка какая-то, да? Но это больше как намазка, как будто у него на все тело накинуто что-то. Скэнер просканируй сейчас Хуберта, сними эту маску, которая у него на голове, отключи ее полностью. Это что-то липкое даже. Включая внутреннее белосвет Хуберта, он помогает выдавливать из себя это все липкое, все что находится в его биополе. Вместе с этой маской выходит этот шар, эта подключка и зависает перед ним. То есть она полностью накидка, но она липкая, она с таким трудом отлепляется, как гудрон снизу и сверху, она как желтого какого-то цвета. Все выходит. Все выходит, даю Хуберту сто процентов энергии, выдавливает это все. Готово. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму. Хуберт, ты мне можешь говорить сейчас со мной? Меня слышишь? Он слышит, но ему хуже стало от этой накидки. У него тело болеть начало в местах, где разрезы вот эти были, она как кровоточная. Мы еще не все вытащили. Давай начнем работать, залечим эти раны. Ничего не мешает Вера работе? Нет. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Хуберта под ногами 360 градусов вокруг него. Один, два, три. Скэнер сканирует систем тонких тел Хуберта, находит все. Выстраивает этой липкой массой накидки каналы к ответственным, притягив в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. А здесь почему-то двое. Гуманоид, как наблюдатель, он смотрит со стороны. И женщина в накидке. Оба, да? Два. Хорошо, два. Один гуманоид и одна женщина. Но гуманоид, он почему-то боком стоит, смотрит на нее и на подключку. Он как наблюдает за этим всем. Гуманоид, что ты делаешь в этом биополе? Он на нее показывает. Он изучает ее. Ты помогал ей это делать? Нет, он не помогал. Он не знает, как это делать. Ему хотелось бы знать ее магию. Он хочет владеть магией. Это живая? Этот человек живой на земле? Это душа? Или она находится в другом мире уже? Он кивает. Живой. Живой. И вот это, то, что мы выдавили, она снизу, как гудрон, вот такая липкая масса. Это тоже живое. Оно все как кишит начинает сейчас. Идет картинка, что это где-то насыпано было. Подсыпал? И он ходит, да. И он прошел почему-то и что-то случилось, да? Он не раз прошел там. Хорошо. Ставим экран, посмотри это место, что ты видишь. Это возле его дома где-то. Рядом с его домом что-то рассыпано и он прошел почему-то заговоренному, да? Да. И вот эти мелкие частицы, они живые и они соединяются и наращиваются. То есть они с ног ползут вверх. Понятно. Обращаясь к этой женщине, представься, кто ты. Она в накидке и она не смотрит. Влад, сожги ее защиту. На счет три. Один, два, три. Удар. Это ее фантом. Она смеется где-то. Хорошо. Выстраивай от нее прямой канал. От этого фантома к ней самой. Один, два, три. Притягивай в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьмы. Она в клетке, но не очень много защиты. Хорошо. Будем все по очереди сжигать. Направляю на нее печать семи архангелов. Мощнейшим ударом сжигая все ее защиты. На счет три. Да будет так, а так и есть. Удар. Ты знаешь, ей неприятно. Не пробивает? Ей неприятно не больше. У нее есть крылья. Это печать ей знакома. Но она сама как в этом гудроне вся находится. Потому ей неприятно, когда она встречает ангелов. В моих руках появляется шар энергии любви отца. Один, два, три. Бросаю в нее этот шар. Входит в нее. Полностью начинает работать энергия любви отца. Это неприятно ей. Она кричит. Это наказание для нее. Открывая поток любви абсолюта над ее клеткой. Пошел свет любви отца. Сжигает эту чернь. Все ее защиты. Она корчится. Все распадается. Да будет так, а так и есть. Тебе уже не смешно, ведьма? Здесь информация идет, что она ангел, которая продала душу. А для меня она не ангел. Для меня она тот, кто она действует. И вот ее действует. Хорошо, я обращаюсь к ней. Итак, ведьма, я тебя слушаю. Ты напала на Хуберта. Останови ее этот свет абсолютной, энергии абсолютной. Это она просит. Выключай этот свет временно. Повторяй свой вопрос. Она говорит, что ты отравила ее этим светом. Я тебя не просто отравила. Я тебе сейчас такой заряд дам. И сотру тебе твою магическую память. Ты не на того напала, паразитарная сущность. Ты была когда-то ангелом. И в кого ты превратилась? Продажная душа. Нарычит. Ой, отлично. Влад, сделай что-нибудь, чтобы она не рычала. Она слушает тебя. Итак, я слушаю. Почему ты напала на Хуберта? Раздражает ее крылья. Хорошо. А ты меня раздражаешь. Что мне с тобой делать? Засунуть тебе весь этот гудрон в рот и дать тебе прочувствовать все, что ты сделала? Она говорит, что ты хочешь от меня. Я не знаю. Горее всего, мне хотелось бы тебя нейтрализовать. Но поскольку ты пока еще живая, я хочу нейтрализовать твои знания. Будет трудно сделать. Мои знания глубоко внизу. Хорошо. Я прошу Амалию выйти со мной на связь. Амалия в комнате. Приветствую тебя, наш дорогой куратор Амалия. Амалия, я столкнулся с такой ситуацией, мне пока еще непонятно. Здесь живой человек. Живет на земле, занимается черной магией. Он напал на моего товарища. Здесь большую роль имеет защита, намерение и сила самого человека на земле. Хорошо. Я это передам ему обязательно. Хотя уже передавал не раз. Я могу что-то сделать сейчас, чтобы избежать этого в будущем? Моя защита прекрасно работает даже на таких, как она. Внутреннее намерение, уверенность в своей силе делают чудеса. Хорошо. Я могу применить магическое кольцо? Даст результат на некоторое время. Так как магия, которой она занимается, как она сказала, идет на нижних. А на нижних влияет золотая пыль царя Соломона. Хорошо. Благодарю тебя. Я тогда попробую сейчас вытащить этого демона и с ним пообщаться, с кем она связана. Демон, ты меня слышишь? Обращайся к демону, который сидит в этой женщине. Он тебя слышит, но он и не сидит. У него контракт с ней, да. Хорошо. Демон, сейчас пересеклись наши пути. Я стою и думаю, как мне делать. Если еще раз такое нападение на моего друга повторится. Доставать мне печать, вернее энергию царя Соломона. И пропустить ее по самому каналу от нее к вам. Я понимаю, это принесет определенные проблемы. Я не желаю этого. Да, ему все равно. Проблема ты причинишь и ей, не ему. Так как он не выбирает, на кого нападать. Выбирает она. Хорошо. И как мы будем решать в этом случае вопрос? Я считаю, что здесь борьба добра и зла. На сегодняшний день зло победило. Укрепляйте свое добро. С другой стороны, тоже в этом есть своя доля истины. Хорошо. На этом прерывая с ним контакт. От Хуберта нужно вернуть все, потому что в нем есть еще остаточная энергия. Хорошо. Значит, это делаем следующее. Выстраивается прямой канал от Хуберта. Один, два, три. И Хуберту, включая внутренний белый свет, и Хуберт выдавливает из себя все негативное, патогены, низкоабрационные. Все, что он получил от этой женщины, мощным потоком пошло назад. Этот гудрон входит в нее из клетки, переходит, заливает те же места. Она испытывает точно такие же реакции. Щерб получает сама. Да, будет так, а так и есть. Вот это лучшее наказание, потому что это все облепляет ее, ей тяжело дышать. Она чувствует эту тяжесть на руках, на ногах. Хорошо. Не может убрать ничем. Действует по программе. Пока программа не отработана, точно такая же программа, как и она, ставила навсегда. От Хуберта точки возвращается черной. Усиливая, 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 усиливая. Все возвращается до 100% назад. Каждая точка попадает именно в те органы, которые попали Хуберту. Это лицо. Мелкие точки на лице. Входят, не могут выйти. Готово. И идет информация почистить место возле его дома, где разбросаны эти черные подключки. Хорошо. Ставим сейчас монитор. 1, 2, 3. Дома, ты видела, ты видишь четко эти черные подключки? Да, я вижу частник на земле. На земле. На земле участок. Хорошо. Это перед домом, да? Это, получается, за забором. За забором. То есть из-за забора было кинуто что-то на земле. Это не на территории дома, это за ним. За ним. Место, где он выходит. Есть там такое место. Кто-то, значит, бросил перед выходом. Хорошо. В этом месте, открывая воронку в галактическое ядро, собирая все эти точки, все, что раскинуто, все собирается в шар. Ты открой его. Оно все собралось и крутится. Открывая воронку в галактическое ядро, и все эти энергии уходят на переработку, в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Убираем экран. Итак, мы с ней закончили? Или еще надо сделать реверс? Нет, мне нужно реверс. Он вернулся. Обращаемся к ней. Ты это все видишь? Она в точках сейчас, в угодроне, и лицо у нее так же затянуто. Еще раз я тебя встречу. Еще раз. Запомни это хорошо. Если ты еще раз Хуберта увидишь, и еще раз попробуешь что-то сделать, и ты попадешь сюда, в эту комнату, я тебе нанесу очень серьезный ущерб. Все понятно? Ей понятно, и я также вижу демона. Ему вообще все равно. Нанесешь ей ущерб, она быстрее к нему попадет. Демону действительно в этой ситуации все равно она продала уже свою душу. Хорошо, демон, скажи мне, что ее ожидает после того, как она закончит свою земную жизнь? Он показывает контракт, там много страниц, он их листает, показывает, что там ее душа. На какой уровне? Все равно, в какой-то момент она придет к нему. Согласен. В этом отношении мне демону сказать нечего. Я спрашиваю разрешение у Лилии. Я могу отправить назад гуманоида? Он здесь вроде не при делах. Посмотри, пожалуйста. Нет, мы заберем его. Благодарите. Смотрим, какие наработки он уже сделал. И где он их будет применить. Благодарю тебя. Я тогда отправляю эту женщину на ее чистоту. Амалия говорит, что он должен защищать себя, как ангел. Он должен не забывать выставлять защиту. Я обязательно передам Амалию в этом отношении. Здесь бесспорно. Так и есть. Благодарю тебя, дорогая Амалия, за то, что ты меня в этой ситуации дала ценную информацию. Да, отправляю. Открывается прямой канал на чистоту этой женщины. Один, два, три. И вместе со всем, что она получила, не может вывести, она уходит на свою чистоту, в свой биоробот. Один, два, три. Все это переходит на физический план, и она ощущает последствия своих действий. Да, будет так, а так и есть. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Хуберт, как ты себя чувствуешь сейчас? Прекрасно. Молодец. Ты слышал, что тебе сказали насчет того, чтобы ты выставлял себе золотой купол? Слышал. Почему ты не работаешь со своими энергиями? Почему ты не защищаешь свои ангельские энергии? Почему ты их разбрасываешь все ими? Думаю, что я и так уже все знаю и достаточно защищен. Хорошо. Буду знать. Давай наполним энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. На счет 3 макушку головы Хуберта начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ему цвета, начинает поступать мощность потоков, усиливается. Частота вибраций поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. На счет 3 вокруг Хуберта устанавливается. 1, 2, 3. Защита действует. Защита активирована. Готово. Ты видишь эту защиту, Хуберт? Да, она как дополнительный фантом вокруг него. Вот. А так она должна у тебя стоять поверх всех твоих защит. Ему идет информация, что эту защиту он может активировать перед выходом из дома. Передам обязательно. Благодарю куратора. Хорошо. Здесь мы закончили, Вера. Можем возвращать? Да. Для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Хуберта в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...